Здарова всем, ребята, Кент, пока на проводе, и я думаю, что уже каждый из вас видел тот самый трейлер обновления 0.16.0. Но теперь возникает вопрос, а когда же всё-таки будет само обновление 0.16.0? Так вот, ребята, прямо сейчас спрашивай лайк, подписывайся на мой канал, присаживайся, потом мне я всё тебе расскажу. Позже вам всем интересно, когда же выйдет всё-таки обновление 0.16.0? Для этого нам с вами необходимо провести небольшое исследование и небольшой эксперимент. Поехали! Первое, с чего хотелось бы начать, это то, что мне все начали кидать этот скриншот и говорить, мол, обновление будет 24-го числа. Так вот, ребята, это не дата обновы в трейлере, это просто-напросто режим работы магазина. В переводе означает время работы 24 часа. Так что, ребята, ни в коем случае не путайте с датой выхода обновления. Ну а прямо сейчас, ребятки, будут немножко грустные новости, потому что после этих новостей вам, скорее всего, станет немножко не по себе. Так, ну чё, смотрим. Прямо сейчас мы видим трейлер к обновлению 0.13.0, который вышел 27-го марта. То есть, это всего лишь трейлер. А когда же вышло обновление? Мы листаем вверх-вверх-вверх. И само обновление вышло ровно через месяц, 25-го апреля. Просто, ребята, представьте, насколько же это обидно. То есть, промежуток от трейлера до первого сезона был целый месяц. Вы скажете, возможно, это было только с первым сезоном. Окей, ребятки, прямо сейчас я вам покажу сезон номер 2. Опять же мы видим, 26 сентября, сезон номер 2, это трейлер. Трейлер, да? А сам сезон номер 2 вышел, внимание, внимание, внимание. Опять же, через месяц 28-го октября. То есть, как вы поняли, промежуток между трейлером и между обновлением целый месяц. Ну, а теперь у меня возникает одна проблема. Как бы дожить до этого времени? Вот мне просто интересно, есть ли другие ютуберы или тиктокеры? Пожалуйста, напишите ваше мнение, что сейчас происходит с вашим активом. Потому что, ребят, это просто тридцать, еще месяц ждать. Я очень надеюсь, что разработчики одумаются и выпустят его немножко раньше. Леди и джентльмены, к вашему вниманию представляю лучшую реализацию обновления 0.16.0. Ну что же, что же первое я тут вижу? Ребят, новая коллекция, фрипас, голдпас, все как положено, все на вышке, все на высоте. Смотрим дальше и приятного нам с вами просмотра. О, шит. А это уже, ребята, непосредственно сама коллекция. То есть, мы видим какой-то фараон, видим дальше кучу крутых стикеров. То есть, это все в стилистике какого-то, не знаю, какого-то Египта древнего, да? Ну, тоже прикольно. Я считаю, что это заслужит вашего лайка. Внимательно смотрим дальше. Кстати, да, ребят, там была надпись третий сезон, мало ли кто не заметил. Это стикер фараона. Ну, понятно, круто, но я бы не купил бы такую коллекцию, потому что, блин, ну, меня лично фараон не очень вставляет. И самое главное, ребята, я тут заметил, что есть новый нож-скелетон. А, че, уметь не встать? Вот это я понимаю. Не, вот нож-скелетон я бы с ним поиграл, потому что это еще та соска. Ну, стикер фараон, ну, конечно, вы уж меня извините, но так себе можно и получше. Так, ребят, смотрим дальше. Кейсы, в принципе, остались те же самые. И прямо сейчас мы введем секретный промокодик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видликс, концепт баттл. Так, окей. Надпись успешная. И что же мы получаем? Какой-то новый нож или что? Так, а мы, ребятки, получаем плюс один уровень к баттл пассу. Да, очень прикольно. А просто представьте, если бы разработчики выдавали ютуберам промокоды именно на уровне голд пасса. То есть, не полностью на голд пасс, а именно к уровням. Ну, это было бы очень круто. Плюс пять уровней, плюс десять, плюс один уровень, плюс два уровня. Было бы реально круто. Блин, нож-скелетон. Почему? Я на него смотрю и я просто не могу налюбоваться, потому что это такая соска. Так, ну что же. Мы применяем плюс один уровень баттл пасса. И мы прошли полностью весь баттл пасс. Что же мы получаем? Мы получаем новый нож под названием Пакорд Голден Сент. Очуметь. Не, ребят, ну я хочу посмотреть на этот нож. Вау! Ха-ха! Блин, почины. Пожалуйста, влюбитесь за это лайк и подпишитесь на мой канал, потому что я просто в шоке. Ааа! Как же это круто! Просто пять с плюсом, ребят. Я не могу. Реально, очень крутой нож. Блин, и скелетон. И Пакорд. Да, блин, куча-куча крутых ножей. Так, давайте мы его осмотрим. Вау, какой он золотистый, он тоненький. Блин, ребят. Но я бы с ним поиграл. То есть, он бы у меня был бы наравне с Керамбитом Голд и наравне с ножом Бабочкой Легаси. Потому что, ребят, ну вы просто посмотрите, как же, как же все изысканно в стиле минимализма. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, перейдем в историю матчей. И знаете, что мы сделаем? Вы не поверите? Да! Видите, тут есть читер. У него нет. Буст 10 голды. Так вот, мы прямо сейчас на этого читера пожалуемся. А вы-то как думали? Да! Можно будет жаловаться? Блин, да это же очень круто. То есть, нажимаем на самого читера. К нему профиль. И там снизу, где кнопочка заблокировать, есть еще кнопочка пожаловаться. Так вот, мы нажимаем на эту кнопочку. И мы можем выбрать абсолютно любую причину. А потом модераторы пересмотрят все это и дадут парню банк. Как же это круто. То есть, мы можем выбрать жалобу по причине кибербуллинг, по причине читы, буст, ну и так далее. Выбрать режим ID матча и примечания от читы соревновательной. Пишем ID матча и примечания стрельба через текстуры. То есть, я думаю, тут так всем понятно, что парень читер. Потому что у него КД 100, процент побед 100 и ММР 3300. А, че уметь не устать. Ох уж эти наглые и читеры пошли, да. Тут, ребятки, можем посмотреть наших друзей. Прямо сейчас мы создаем лобби. И сейчас вы просто охренеете. Потому что, ребята, посмотрите. Добавили новый режим игры по сети. То есть, если вы, к примеру, в школе подключились к классу информатики своим классом. То вы можете этим классом выбрать режим по сети. И все вместе запуститься в закладку бомбы или в ММ. Но это было бы очень круто. Обязательно влепите за это лайк. Потому что, ребят, ну это просто 5 с плюсами. Я считаю, есть место быть этому. Так, ну что же. Соревновательный режим. Нажимаем кнопочку подтвердить. А после выбора соревновательного режима мы уже выбираем саму карту. Это же просто очуметь. Не встать, ребят. Я бы выбрал бы Зону 9. Обожаю эту карту. И, ребятки, я хотел бы вам еще напомнить то, что с выходом обновления 0.16.0 Добавят также один новый кейс. И если добавят один новый кейс, то получается один старый кейс уберут. И, скорее всего, это будет именно Фуриэс кейс, потому что он самый старый. Также, думаю, что уберут Рейбов Сикерпаки. Потому что, ребята, это тоже очень старый Сикерпак. Так вот. Следовательно, все эти Сикерпаки и все эти кейсы будут на рынке. Поэтому, мой вам совет. Делайте так же, как и я. Просто посмотрите, как же много я их закупил. И я уверен, я не прогадаю. Просто посмотрите. Ну что ж, дамы и господа, принцы, это все. Обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на меня. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу обновы, по поводу трейлера. Что вы думаете. Я все буду читать. Если вам нужен лучший дизайн для стендов, то ссылочки тоже в описании. Всем удачи и всем пока.